Глава третья. В помещении лежали пустые мешки, инвентарь и огромная резная деревянная маска со следами раскраски, изображающая лицо какого-то демона или чудовища. — Смешно, — сказал О'Брайен, — но мне от всего этого как-то не по себе. Я хотел сказать тебе об этом раньше, но побоялся, что ты решишь, что у меня просто заскок. — Незадолго до того, как появился истребитель, у меня возникло странное чувство, скорее даже ощущение, похожее на приступ морской болезни. Сначала я подумал, что меня зацепило, но никакого ранения я не почувствовал и не заметил. Потом, конечно, было не до этого, не было времени раздумывать о том, что это было, но когда мы приземлились, это же чувство снова вернулось, но уже не такое сильное. — Чувство... предчувствие, что находиться здесь намного хуже, чем быть убитым или прятаться от немцев. Тулхок скивнул. — Да, я знаю, со мной было то же самое. Я даже не могу объяснить. Теперь они слышали, как автомобиль приблизился и остановился возле дома. Мотор его громко тарахтел, а Брайан выключил фонарик и попытался выковырять глину между верхним краем ямы и плотно прилегающим к нему бревном. Перезобразовавшуюся узкую щель в подвал просочился дневной свет. Они выглянули наружу. Щель была совсем узенькой, но Тулхок смог хорошо разглядеть подъехавшую машину и пару солдат, вылезших из нее. Это была очень странная машина. Может быть не столько странная, сколько старомодная. Ну, подумал Тулхокс. Румыния выглядит очень отсталой страной, но все же именно она располагает мощнейшими в Европе нефтеперерабатывающими заводами. И солдаты эти, конечно же, не подданные германского вермахта. И мундиры их не похожи ни на какие из тех, что Тулхокс видел до сих пор. Ничего подобного не было ни на одной из картинок, показанных во время инструктажа. Офицер, если это был офицер, носил блестящий шлем, сделанный в виде головы волка. И в развернутой пасте виднелось лицо мужчины. Даже волчьи уши были изготовлены достаточно точно. На нем была длинная до колен куртка из зеленого материала, с меховым воротником, узкие красные брюки с двумя кожаными накладками на коленях. Сапоги с довольно высокими голенищами дополняли его костюм. В правой руке офицер сжимал странного вида пистолет, которым размахивал, отдавая приказы. А когда он повернулся, Тулхокс заметил на левом боку меч в ножнах. Солдаты носили цилиндрические заостряющиеся кверху шлемы с шейной защитой. Черные мундиры до колен с застегивающимися кнопками и красные брюки, заправленные в сапоги. У них тоже были мечи на широких кожаных поясах и ружья с полукруглыми барабанами для патронов. В отличие от гладковыбритого офицера, насколько это можно было заметить, у солдат были окладистые бороды и длинные до плеч волосы, что делало их похожими на диких кочевых цыган. Солдаты начали обыскивать двор. В укрытии было слышно, как они топают и хлопают дверьми. Офицер, казалось, взялся за крестьянку. Тулхокс слышал, как он медленно, с трудом говорил с ней, словно на чужом языке. Женщина отвечала, и казалось, язык был ее родным. Тулхокс попытался понять смысл их разговора, и хотя ему казалось, что он вот-вот поймет его, но тщетно. Прошло 10 минут. Страшные визги и кудахтания сопровождали разграбливание крестьянского добра. В военное время в таком грабеже нет ничего особенного, подумал Тулхокс. Но солдаты, очевидно, другой национальности, чем женщина, иначе у них не было бы никаких затруднений при общении. Может быть, это венгры? Вполне логично. Хотя в этом Тулхокс сильно сомневался. Они ждали. Солдаты смеялись и громко разговаривали. Женщина вела себя тихо. Наконец офицер решил, что пора ехать дальше. Отдал приказ и пошел к машине. Солдаты пошли за ним, каждый с одной или двумя убитыми курами на поясе. Звук мотора затих, машина исчезла из вида. Тулхокс оторвался от щели. Вряд ли искали именно нас. Иначе они простукали бы весь пол и обнаружили бы люк. Но кого же они тогда искали? Они хотели выбраться из укрытия, но решили повременить. Солдаты могут скоро вернуться. Или поблизости еще один отряд. Время текло медленно. Наверху было тихо. Вечером над ними послышали шаги. Звук отодвигаемой мебели и дверь в подвал со скрипом поднялась. В отверстие упал свет лампы. Тулхокс достал пистолет и поднялся по лестнице, твердо решив сопротивляться. Возле очага стоял мужчина и возился с куском вяленого мяса. Никакого оружия, кроме большого охотничьего ножа, у него не было. И Тулхокс сунул пистолет обратно в кобуру. Мужчина спокойно посмотрел на вошедших. Он был черноволосым, как и женщина. Спутанные пряди волос свисали на лоб. На крестьянине была рубашка, брюки из грубой прочной материи и грязные сапоги. От него воняло потом. По возрасту этот человек годился в отцы молодой женщине, спрятавшей их. И, скорее всего, им был. Женщина предложила им поесть густого супа, который бурлил в котле. У Брайан и Тулхокс не были голодны, потому что во время ожидания в погребе успели пообедать шпигом и с солеными огурцами. Но Тулхокс боялся, что отказ обидит этих гостеприимных людей. Он благодарно кивнул женщине, потом объяснил У Брайану свои соображения. Во время разговора он заметил, как изменилось выражение лица старого крестьянина. Мужчина удивленно переводил взгляд с одного чужака на другого. На лбу его пролегли глубокие морщины. Женщина разлила суп в пёсто-раскрашенные миски из обожжённой глины, поставила их на стол, положила деревянные ложки и снова занялась своими кухонными делами. Мужчина прошёлся по кухне, задавая женщине вопросы, потом сел за стол и, взяв свою миску, встал ей суп. Больше не было произнесено ни единого слова. Опустошив миску, хозяин встал и знаком указал обоим лётчикам, чтобы они следовали за ним. Он откинул тонкую ткань с занавешивающей дверь и снова они вышли наружу. Ткань была тонкая, но грубая и едва ли предназначалась для защиты от комаров. Потом Тухок заметил, что занавеска пропитана каким-то маслом. Он узнал этот прогорку и запах. Это было то же масло, каким женщина смазывала себе волосы. Масло было явно не подсолнечное, но оно направило ход мыслей Тухокса совершенно в другую сторону. Для его индейских предков было обычным то, что женщины смазывали свои волосы подсолнечным маслом. И Тухокс пришёл к выводу, который тут же постарался отбросить. Это было просто невозможно. Но то, что он заметил в разговоре фразы, напомнившие ему диалект иракезов, оставалось непреложным фактом. Они всё ещё оставались ему непонятными, но явно не имели никакого отношения ни к румынскому, ни к славянскому языкам. Этот язык не принадлежал ни индоевропейской, ни к угро-азиатской семьям. Это был диалект, фонетика и структура которого приближались к языкам онондаги, секепы, мухауки и чироки. Он решил пока ничего не говорить о Брайане о своих нелепых предположениях. Мужчина провёл их по двору к сараю. Огромная дверь за ними со скрипом закрылась. Там было темно, хоть глаз выкали. Тухокс мягко положил руку на плечо у Брайана и тихо оттолкнул его на пару шагов влево. Маленькая предосторожность, если вдруг крестьянина думает неожиданно на них напасть. В полминуты ничего не было слышно, только тихий шорох сени. Затем раздался слабый металлический звук, словно кто-то вытащил оружие из чехла. Тухокс, готовый к прыжку, присел на пол, сжимая с потешими пальцами рукоятку пистолета. Вспыхнула спичка, и Тухокс увидел крестьянина, подносившего пламя к фитилю фонаря. Крестьянин отрегулировал длину фитиля, на стенках сарая заплясали блики и подвижные тени. Мужчина улыбнулся, увидев, что чужаки сели на пол, и махнул рукой. Он подошел к двери, в дальнем углу сарая остановился и трижды постучал. Подождал несколько секунд и снова постучал три раза. Дверь открылась. Крестьянин пропустил летчика вперед и тут же закрыл ее и запер. Тухокс и Абрайен оказались в низком сарайчике. Воздух был пропитан сильным, едким запахом пота, грязной одежды и прогоркового масла. По утьме Тухокс смог разглядеть еще шестерых. Люди со смуглыми лицами в грубой одежде сидели на полу, прислонившись к дощатым стенам. Двое из них были вооружены ружьями, заряжающимися с дула, один луком и стрелами. Еще у двоих были ружья с барабанными магазинами, такие же, как у солдат, и у каждого на поясе висел длинный нож в кожаном чехле. «О, Господи!» – выдохнул Убрайен. То ли от испуга, что это за подня, то ли просто от самого вида этих диких фигур, вооруженных старинным оружием, а может и от того, что заметил среди них женщину, одетую так же, как и все остальные. За слоем грязи все равно было заметно, что ее кожа светлей, чем у окружающих. Волнистые светлые пряди волос падали на прекрасное, но усталое лицо, с маленьким прямым носом, твердым подбородком, холодными голубыми глазами. Тухокс, стоящий рядом с ней, скоро почувствовал, что от женщины пахнет так же, как и от остальных, и отметил, что ногти на ее грязных руках не отличаются чистотой. Вся группа производила впечатление беглецов или партизан, давно отрезанных от своей базы. Судя по всему, их предводителем был высокий худой парень, с палыми щеками и темными горящими глазами. Подстрижен он был так, что густая черная шевелюра по форме напоминала немецкий шлем. На тыльных сторонах ладоней были вытатуированы гримасничающие демоны. Он завел с крестьянином длинную беседу. Изредка оба бросали на американцев резкие взгляды. Тухокс напряженно прислушивался. Временами ему казалось, что он понимает отдельные слова и даже выражения, но уверен, он в этом не был. В какой-то момент предводитель, его звали Дзикозес, повернулся к девушке и что-то ей сказал. При этом он использовал совершенно другой язык, но и тот показался Тухоксу странно знакомым. Скорее всего, он принадлежит к германской семье и похож на скандинавский. Или нет? С такой же уверенностью он мог бы поклясться, что это не что иное, как нижненемецкий диалект. Дзикозес устремил свой пронизывающий взгляд на Абрайана, потом на Тухокса. Разглядывая то одну, то другую часть их формы, он задавал вопросы. Один за другим. Тухокс различал знакомые интонации, но вопросов не понимал. Он попытался ответить на языке ирокезов и чироки. Дзикозес прислушивался с высокоподнятыми бровями и удивленным, а иногда и раздраженным выражением лица. Он переключился на язык, на котором общался с девушкой. Когда и на этот раз не достиг никакого успеха, попытался заговорить еще на трех языках, но бесполезно. Наконец он сдался и разочарованно развел руками. Тухокс понял одно. Дзикозес не крестьянин. Человек со знанием такого количества языков должен быть или очень образованным, или много путешествовавшим. Когда Дзикозес понял, что все попытки поговорить напрасно, он обратился к своим людям. Те проверили свои ружья, висевшие на плечах. Девушка вытащила из нагрудного кармана жакета револьвер. Дзикозес протянул руку к пистолету Тухокса. Тухокс, улыбаясь, кивнул. Не спеша, чтобы не напугать остальных и не вызвать недоверия, он достал пистолет из кобуры, а точным движением вытащил магазин, потом загнал его обратно. Проверив оружие, он снова убрал его в кобуру и жестом дал понять, что тоже готов. Все столпившиеся вокруг них одновременно заговорили, зашумели. Дзикозес приказал замолчать. Крестьянин погасил свой фонарь и отряд покинул сарай. Через пару минут они уже были в лесу. Крестьянский дом исчез из виду.